Современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных государств, неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию. Добиваясь подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства, Вашингтон годами целенаправленно расширял и разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности, включая систему соглашений по контролю над вооружением, пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Уважаемые товарищи, дамы и господа, провоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Океанский регион, причем по нескольким направлениям. Непосредственная вовлеченность в противостоянии государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски. В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Океанском регионе силового потенциала НАТО. В этом линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли сопротивления в Сен-Шайском форуме. Хотел бы отметить традиционное китайское гостеприимство. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях. В ответ на ядерный удар противника, либо при наличии угрозы существования России, даже если против нее применяется обычное средство вооружения. Что касается отзыва нашей страной ратификации договора о всеобъявленном запрещении ядерных испытаний, это лишь стремление обеспечить баланс Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи его о его разрушении не идет. Насущный вопрос региональной и глобальной безопасности. Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны. Вместе с тем, на случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах. Мы понимаем, что путь к наполярности не будет простым. Трансформация системы международных отношений ожидаемо сталкивается с активным противодействием сторонников однополярной модели мироустройства. Они будут продолжать искать новые возможности для сохранения своего доминирования. И военная сила, к сожалению, здесь будет оставаться одним из главных аргументов. Продолжение следует... Продолжение следует...